Всем в тренде! Сегодня воскресенье, а значит время для обновления своего плейлиста новинками, которые вышли на протяжении этих 7 дней. И кстати, это предпоследнее воскресенье этого года, так что в этом году выйдет еще один выпуск новинок и все. Далее встретимся мы уже в следующем году, а также не забываем, что все новинки одним плейлистом вы сможете найти в нашей группе в ВК. Кстати, хочу вам ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы записывать видео. Понятно, что камера, комп, но вот что делать со звуком? Например, на канале Алины мы записываем ей звук на петличку, которую нашли на Е-каталоге. Переходим в раздел аудио, микрофоны и выбираем петлички. Выставляю сортировку по популярности, а также выставляю диапазон цен, ведь нормальные петлички стоят в пределах 3-8 тысяч рублей. Далее мне нужна либо аудиотехника, либо Sennheiser и 3,5 мм вход, обычный, стандартный. Что мы имеем в итоге? Один Sennheiser, который меня интересует и аудиотехника. Давайте сравним, что лучше. Все-таки у Sennheiser односторонняя запись, а это как раз таки то, что нужно для записи видео на YouTube дома. И напоследок, давайте узнаем, где купить эту петличку можно выгоднее всего. Вот, самая низкая цена, тут я думаю и куплю. В итоге, моя петличка уже у меня, а также и диктофон под нее я тоже подобрал на Е-каталоге. Кому интересно, ссылка будет в описании. Самым громким событием этой недели стал, конечно же, альбом 21 Savage'а под названием I Am больше, чем I Was. То есть, тем, кем он является сейчас, то намного лучше и больше человек, чем тот, кем он являлся ранее. Сам артист уже довольно-таки давно не выпускал свои собственные композиции, а только появлялся на фитах. И вот, нам доступен полноценный релиз, на котором мы сможем услышать 15 новых композиций. Но, мое мнение по поводу этого альбома, ну такое. Он как-то не развивается, что ли, из песни в песню одно и то же. Могу только выделить работу с постмелонами, трек «Letter to my mama». Лизер на этой неделе заявил о том, что в его творчестве начинается новая глава, а также выпустил свой новый сингл под названием «Корабли». Трек был записан на меланхоличный олдскульный бит, а подача напоминает пачку сигарет. Песня звучит красиво, особенно для тех, у кого сейчас не все хорошо, данный трек будет в самый раз. Битмейкер и близкий друг Гонфлада Кейкбой стремительно начинает набирать популярность и свою фан-базу. И на этой неделе представил в честь 40 тысяч подписчиков группе ВКонтакте новый клип на композицию «Убей меня». Фанаты Экса на этой неделе слили в сеть его новую неизданную композицию, официальная версия которой будет представлена на релизе «Members Only 4». По сути это даже не слив, а просто фанатская склейка, но несмотря на все это, звучит трек довольно-таки интересно. Саунд-проект из Казахстана, Изамьюзик, известный в первую очередь по созданию ремиксов на треке «Каспийского груза» из «Криптонита», на этой неделе выпустил переделку довольно хитовой совместной композиции 104-го и Трувера «Много-мало», позволив и без этого классному треку зазвучать со всем вином ключе, умело дополнив ее интересными музыкальными эффектами. Энди Панда А.К. Эншпиль на этой неделе представил новый клип на трек «Брат передал», где мы видим новый образ Эншпиля, а также совсем другой стиль и манеру подачи. Артист развивается и постоянно пробует себя в новой музыке, за что ему огромный респект. Да и новый стиль, кстати, довольно-таки интересно звучит. Ну и раз мы вспомнили Эншпиля, то и время поговорить о втором участнике дуэта «Мияги», который на этой неделе также представил новую композицию совместно с Кадди. Трек получился очень расслабляющим и в то же время качающим, поспокойное настроение самое то. Также в прошлой новинке недели не попал клип на трек «Обладает и платины Бентли, Бенз и Бумер», так как ролик я делал с утра в воскресенье, поэтому все, что выходит в воскресенье, соответственно, идет следующий выпуск. В целом клип получился нормальным, ну, именно вот нормальным. Ничего необычного и ничего плохого, просто нормальный клип. Джонни Бой продолжает хайпить на своем камбэке, и помимо того, что на этой неделе он посетил Афишу, так еще и выпустил новый трек под названием «Зеро». Но вот почему-то не заходит его новая музыка. То, что он не сдается и продолжает эксперименты, это, конечно, плюс, но все же мало верится, что он сможет возобновить свою былую славу топ-артиста. «Боунс» продолжает стабильно радовать фанатов новым материалом, и на этой неделе состоялась премьера новой композиции, которая очень похожа по атмосфере на последний альбом. Работа погрузит в остуженном знакомую мрачную атмосферу. ЛДЖЙ выпустил новый трек под названием «Соседи» совместно с Коста Ла Коста. Новый трек от ЛДЖЕЯ совершенно не похож на что-либо, вышедшее ранее. Под гитарный сэмпл слушателям сначала нужно послушать довольно-таки емкий парт от Коста Ла Коста, а позже уже с прямой бочки вступает сам Алексей. «Все мои соседи на проводе повесились, все мои треки заучили наизусть. Если попал сюда, давай со мною веселись, нам будет похуй, даже если ты на пенсии». Кит Сойл выпустил новый трек на этой неделе, где он сравнивает поцелуй любимой девушки со смертельным ядом, а его лирический герой не останавливается перед угрозой, предпочитая смерть одиночеству. «Поцелуй твоих губ для меня, это я, 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 я готов умереть за тебя, но нельзя, я, я, я». Вы мне, кстати, помимо того, что часто присылаете треки ноунеймов или интересных фрешменов, еще и присылаете битмейкеров. Поэтому помимо интересных фрешменов, сегодня хочу вам еще рассказать про очень классного битморяк Принц Корт. У него очень сочные инструменталы, на каждый из которых можно записать лютый бенгер. Он работал со многими известными артистами, а также в январе выйдет его новый пак битов. Поэтому залетайте к нему в группу ВК и ожидайте новых новинок. Найти группу этого битмейкера вы сможете по ссылке в описании. А сейчас я вам покажу женский, еще и украинский рэп, за который действительно не стыдно. И я думаю, многие из вас уже про нее знают, ведь она каждым клипом попадает в тренды ютуба. Она действительно делает крутой музон, несмотря на свою внешность. И да, это Алена Алена. Кто не слышал о таком персонаже, рекомендую вам ознакомиться с ее клипами. Ну и напоследок хочу вас познакомить с очень интересным фрэшменом из Южной Африки. Это Насте Си и его очень взрывной бенгер Джангл. Надеюсь, вам этот трек залетит в плейлист точно. Ну а на этом все. Опять-таки напоминаю, что все новинки из выпуска вы сможете найти в нашей группе ВК одним плейлистом. А также добавляйте мне в друзья на странице ВКонтакте и присылайте мне в ЛС, либо на стену в комментарии новых фрэшменов или ноунеймов, которые, по вашему мнению, очень интересные. Не забудь поставить лайк и еще подписаться на канал, чтобы обновлять плейлист вместе со мной каждое воскресенье. Субтитры сделал DimaTorzok